здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале и сегодня вас ждет разбор виктора коина которого вы просили я раньше честно говоря не знала кто это такой и когда посмотрела это интервью с этим милым пупсиком в розовой футболочке я подумала ну боже мой какое недоразумение как может такой милый человек быть преступником но когда я стала смотреть я сделала уже свои выводы которыми я сейчас с вами поделюсь и давайте в принципе приступим сразу к разбору да небольшая предыстория кто это такой это человек который отсидел почти 10 лет за убийство своей девушки ну сейчас выйдя на свободу он утверждает что он этого не делал но его заставили это сделать следователи а и на давайте разберемся так ли это итак я включаю первый фрагмент давайте познакомимся с нашим сегодняшним героем за футболка я видела ваших stories что вы дали своим подписчикам возможность выбирать да да почему но почему бы нет но во первых минут смотрите как он счастлив что отметили его футболочку розовую и это действительно часть образа перед нами чистейший истероид которому нужно обязательно быть на виду в центре внимания и он с этим успешно справляется по крайней мере в начале интервью в принципе он все интервью очень красиво себя ведет и в в это этому скажем так это качество у него не отнять к интерактив для знаете кстати вот еще хочу вам показать вот как истероиды часто красуется но не обязательно даже истероиды но они чаще всего это делают вот этот вот такой вот поворот корпуса говорит о том полюбуйтесь на меня это как актер который вышел на сцену и хочет показать себя всему залу со всех сторон чтобы его внимательно рассмотрели то есть мало того что счастлив он еще и показывает себя вот посмотрите и с этой стороны пожалуйста и с этой то есть это для него кайф вот настоящий кайф то что к его персоне такое внимание и он надел вот эту розовую футболочку он пришел в определенном образе мы этот образ внимательно рассматриваем и сейчас с вами его обсуждаем но давайте дадим ему немножечко на покайфовать потому что дальше кайфовать не получится давайте включаю дальше аудитории во вторых но мне нравится в ней буквально все что в ней может собственно не нравится мне кажется ну да такой милый белый пушистый хорошо поставленная речь так хорошо выглядит такой красавчик да но кто может заподозрить что это такой вот прям опасный преступник но как правило такие люди они и выглядят как обычные люди да как очень милые люди и давайте смотреть да ну значит по поводу обвинения давайте смотрим и и искали какое-то время а потом спустя несколько лет вас обвинили в ее убийстве и судили по этому обвинению ну вот сразу смотрите он слушает при этом замер руки в замке в паховой области но там вы видели что он сидит руки в замке держит в паховой области это у мужчин всегда защита вот если женщина защищается больше в районе грудной клетки то мужчина обычно защищается в районе паховой области когда чувствует опасность поэтому вот это вот скрещивание рук и вот он так их держит здесь на потом демонстрат а при этом еще демонстрирует большие пальцы так подождите все-таки надо вернуться немножко видите вот его поза вот большие пальцы демонстрирует мы с вами прекрасно знаем я не стала уже выводить картинку с пальцами чтоб лишний раз еще не загружать вот это все большие пальцы это наше эго и сейчас человек сидит с с одной стороны любуйтесь моим эго с другой стороны вот прикрывается до прикрывается бессознательно от каких-то аргументов замер до замер но вот дает нам на обозрение свое эго полюбуйтесь моим эго и судили по этому обвинению и еще посмотрите вот сюда когда он смотрит отводит глаза это у него тактильные ощущения это у него как раз воспоминания это на всякий случай вот по взглядам мы с вами еще сейчас вот в этом фрагменте кажется и они в следующем фрагменте пройдемся и смотрите еще отклонился сжал губы вот давайте смотреть видите губы немножко напрягает до оттягивает потом смотрите челюсть опускается вниз и обратите внимание вот сейчас речь о том что его обвинили да если у человека сейчас есть четкие аргументы в пользу своей невиновности то здесь у него челюсть бы пошла наверх то есть я вам принес аргументы я сейчас этими аргументами буду драться он бы так себя вел здесь же идет реакция челюсть вниз соответственно лоб выставляем я здесь буду обороняться отступать я не буду я буду упрямо стоять на своем я буду саботирующую позицию при принимать я буду ну вот все против но человек который пришел нам доказывать свою невиновность ну согласитесь не совсем та позиция который с помощью которой люди отстаивают свою невиновность если он действительно принес бы нам сейчас какие-то четкие аргументы он бы вел себя соответственно по-другому дальше смотрите вот плечами сейчас он сбрасывает к вот сейчас так вот замедленная съемка сейчас смотрите вот отклоняется плечами как бы сбрасывает да вот вот этот жест неприятные ощущения да и выставляет лоб еще больше вот здесь перед нами человек который да действительно он хочет сбросить себя этот груз ответственности но он нам не принес аргументов никаких у него нет весомых аргументов он пришел просто сбросить со своих плеч груз ответственности не более того и упрямо стоять на своем вот и все так все было да да действительно теперь давайте пронаблюдаем за его взглядами а для того и здесь уже мы некоторые моменты можем отследить что на самом деле я начал придумывать самые разнообразные признание убийстве началось по моему если фантазии он когда фантазирует смотрит либо в эту область не ошибаюсь с того что там вот в духе художественного фильма и вот в эту область то есть получается что когда он что-то фантазирует он смотрит либо сюда либо сюда имейте это в виду теперь давайте дальше смотрим матч-поинт ты не боялся что в какой-то момент кто-то в это поверит и и позвонит в полицию не знаю дело в том что я ну когда ты обратите внимание пожимает плечами а он сейчас скажет о том что ты не что он не виновен но когда человек пожимает плечами он сам не уверен в том что он не виновен эмблематическая оговорка пожалуйста да и при этом посмотрел в область фантазий понимаете ничего но плохого не делал виктор сегодня кстати не делал вопросительно говорит об там дальше начинает там бла-бла-бла в принципе я делал но не не делал тогда ну про в общем бла-бла забалтываем как ты думаешь что на самом деле случилось галиной жива ли она где и вот смотрите смотрит сюда и вот сейчас нам пойдет придуманная история если он посмотрел сюда впервые вот первый взгляд куда у человека пошел отследите его базовые вот взгляды куда он смотрит знаете как вот по взглядам можно определить где человек врет где говорит правду простые два вопроса а первый вопрос задайте ему что вы сегодня завтракали и то что человек вспомнит и самое главное куда посмотрит вот это будет правда потому что он станет вспоминать это не недолгое такое воспоминание до которое мы сразу смотрим туда где у нас тактильные ощущения вкусовые ощущения и человек посмотрит сразу туда чтобы вспомнить о завтраке о своем а куда вы планируете поехать отдыхать либо что вы собираетесь делать выходные вот второй вопрос который заставит человека посмотреть в область фантазий потому что этого он еще не почувствовал и это будет как раз еще пока в области фантазий и вот отследите взгляды можете еще контрольные вопросы позадавать вот схожей тематике да или там другой тематике ну вот главное чтобы человек с одной стороны что-то вспомнил недолгое да не недалеко чтобы ему чтоб не за приходилось напрягать мозги искать в разных областях а вот прям здесь и сейчас как вы сюда добрались или что вы там когда заходили сюда вы никого не встретили да и вот вот такое что-то нужно чтобы человек сначала вспомнил потом представил себе что в ближайшем будущем он планирует сделать куда вы пойдете после меня да вот вот такие вот вопросы которые в общем-то не травматичные и в то же время дает нам пока ну вот базовую линию поведения базовую линию взгляда и уже дальше мы можем отслеживать и поэтому я вам показала что когда он вспоминает он смотрит обычно вот в эту сторону да а здесь получается взгляд сюда говорит о том что сейчас будет фантазия ну давайте послушаем эту фантазию или все-таки что-то произошло трагическое видите вздох сглатывает челюсть вниз опускает аргументов нет опустил взгляд вниз это еще и вина кстати о птичках то есть когда человек опускает глаза это можно трактовать и как вину но это как косвенно еще нужно искать другие признаки да вот по одному признаку делать вывод очень не совсем этично да и поэтому я всегда стараюсь больше вам аргументов показывать да и больше признаков показывать чтобы вы понимали где на самом деле и что надо смотреть видите дальше будет челюстью со сжатыми губами понимаете это скрываемая агрессия и дальше такая знаете демонстрация удивления и при этом уводит челюсть в сторону вот челюсти в сторону это агрессия которой сейчас не место человек понимает что сейчас агрессивные действия будут непонятны поэтому человек уводит через сторону но он при этом чувствует агрессию да он чувствует злость но сейчас он нам с вами демонстрирует такое удивление но чем отличается искусственное удивление от настоящего тем что искусственное длится долго и человек делает вот это удивление для того чтобы нам с вами запудрить мозги а на самом деле он совсем не удивляется это очень ожидаемый вопрос и какой ожидаемый вопрос но и смотрите сколько забалтывание прежде чем ответить сначала оценивает вопрос а кто просил его оценивать да потом каши потом еще добавит кучу дополнительных фраз то есть прежде чем ответить он забалтывает да и тело не любит врать поэтому тело ставит много препонов и мозги не очень быстро работают в этом случае потому что тело убрать некомфортно потому что любая ложь она опасна в первую очередь для самого лжеца потому что нужно запоминать все факты нужно этому соответствовать нужно еще там привлекать кучу свидетелей потому что любая ложь она обрастает как снежный ком какими-то новыми обстоятельствами и это все очень сложно в себе держать поэтому никто врать не любит на самом деле но приходится врать потому что ну кто хочет кто хочет нести ответственность за свои действия никто не хочет но как говорится мы все за свои действия отвечаем и здесь даже не в правоохранительных органах дела а есть и выше меры воздействия на нас да но не все пока в это верят ну это в общем то другие вопросы да значит смотрим дальше не пытался удивить ему да и я к тому что я размышлял на эту тему и вне вообще контекста этого нашего разговора но тут у меня подход наверное плюс-минус такой же как к пыткам но чисто логически конструктивный статистический если неизвестно о человеке о человеке объективно что он мертв то было бы самонадеянно очень даже при условии что кто-то об этом когда-то сказал было бы очень самонадеянно без объективных доказательств полагать что это так тем более что я уже десять раз рассказал в подробностях что мои показания но это фикция выдумка и вообще ерунда версии вообще на эту тему было очень насчет фиксы я здесь не уверена потому что слишком много опять пожимание плечами каждый раз когда он говорит о том что я невиновен он всегда пожимает плечами почему он это делает если человек на самом деле невиновен он будет как знамя нести эту свою невиновность и будет утверждать вот здесь у него должны были подняться брови расшириться глаза он должен просто вот говорить я невиновен невиновен к как вы все не понимаете вот вот так будет вести себя невиновный человек а здесь человек очень сильно сомневается сам в этом но естественно сомневается ну да безусловно он как хороший истероид кстати он очень хорошо умеет играть роли истероиды самые лучшие актер не но гипертимы то ой подождите гипертимы эти и мотивы и мотивы тоже очень хорошие актеры но вот истероиды они как рыба в воде в актерских вот этих вот кругах и вообще в актерстве да вот вы выйти на сцену показать себя да вот вот это все это истероидная и соответственно они очень хорошо надевают на себя определенные роли и в данном случае сейчас перед нами сидит человек который действительно надел на себя роль невиновного и рассказывает нам эту версию ну давайте послушаем дальше многое в том числе некоторые подписчики мне когда еще не дневника петуха не моего аккаунта вот во время где те ноги продвинул вперед челюсть выше поставил и пошел в наступление вот это ну считается у него он считает что это аргумент активной защиты по моему уголовному делу кто-то в том числе даже версии высказывал на тему того что дескать исчезновение галины совпадало с появлением попкова на территории приморского края ну эта версия очень удобно для него и в общем то здесь неудивительно что он так вот выставил ноги да вот он более расслабленно это сказал потому что ему эта версия очень подходит и нравится главное идем дальше следующее следующее видео так это это возможно не было бы настолько органично если бы я уже не репетировал в этих обстоятельствах которые сейчас описал всю эту историю а были ли какие-то твои друзья которые подтверждали смотрите вот он только что ведущий рассказал свою историю и видит что она уже задает вопросы как будто она верит да надеюсь что все-таки это не так но в принципе он считал ее реакцию кстати и стероиды очень хорошо умеют читать реакции так сейчас и немножко подвинула то у меня тут текстовочка теряется да получается вот еще один признак того что лжец значит говорить неправду когда человек говорит неправду он считывает своего собеседника на тему того насколько это вранье заходит и человек невиновный если увидит что вранье заход ну не вранье а правда заходит то он будет просто радоваться радоваться тому что вот наконец-то я смог доказать да и при этом он не будет проявлять жестов превосходства потому что он просто понимаете он из обвиняемого стал просто наравне он не возвысился а только если человек который лжет и видит что реакция положительная то есть его вранью верят вот в этом случае идет превосходство он думает боже какой я классный я супер мозг просто я смог ее обдурить и здесь идут жесты превосходства вот она поглаживание колен коленю у нас как раз про гордыню не зря люди которые молятся да они встают на колени тем самым они усмиряют свою гордыню то есть колени это у нас гордыня до которую а если мы ну как бы наказываем да мы как бы усмиряем а когда мы гладим колени это значит я красавчик я супер мозг дальше вытягивает ноги это занимание занять как занятие или занимание напишите мне в комментариях он занимает больше пространства и соответственно это говорит о его уверенности до принимает более лежачие положение да и поднимает челюсть то есть все жесты превосходства он сидит такой вау все я красавчик я ее надул она такая лошара она такая глупая да она мне верит это здорово то есть вот вот пожалуйста сразу реакция это возможно не было бы настолько органично если бы я уже не репетировал в этих обстоятельствах которые сейчас описал всю эту историю а были ли какие-то твои друзья которые подтверждали тот факт что ты рассказывал им эту шуточную историю это были двое свидетелей они я полагаю что даже им и по сей день очевидно что это фантазия при этом кулак спрятан в кулак закрывает паховую область но в общем понятно а следующий фрагмент включаю значит ну то есть история гласит что мы расстались с галиной вот в день ее исчезновения на самом деле но можно считать что расстались мы с ней несколько раньше ну потому что каких-то взаимоотношений у нас с ней на тот момент уже побольше смотрите мало эмоциональной вовлеченности то есть то что он сейчас говорит он еще и рукой себя придерживает это говорит о том что он старается не сказать лишнего он при этом не вовлечен до эмоционально то есть он просто говорит ту озвучивает ту версию которую ему надо озвучивать и как он сказал можно считать что сейчас там еще то не было ой сейчас секундочку давайте вот этот фрагмент еще раз посмотрим потому что я пропустила вот это слово можно считать то есть история гласит что мы расстались с галиной вот в день ее исчезновения на самом деле но можно считать что расстались мы с ней несколько раньше вот здесь вот я хочу обратить ваше особое внимание на эту фразу можно считать смотрите человек который последний раз виделся с человеком пропавшим который отсидел за это то есть это для него вообще вот эта последняя встреча с галиной должна была отпечататься до мельчайших подробностей тем более если бы он не был виноват то он бы эту встречу прокручивал бы тысячу раз на предмет найти какие-то доказательства своей невиновности если бы они так полюбовно расстались то он бы здесь не употреблял слова можно считать он быть четко нам сейчас сказал когда в последний раз четко он с ней виделся о чем говорил и так далее но этого не происходит какие-то расплывчатые слова можно считать что я с ней расстался раньше все значит можно считать когда последний раз вы с ней виделись вот он вопрос который беспокоит всех да если ты пришел к нам доказывать что ты не виновен то я считаю что доказательством невиновности было бы четкое описание по секундам да вот вот это вот этой встречи да это было давно я допускаю что что-то он мог забыть но он из-за этого отсидел это это очень серьезная ну серьезный день который ну разделил можно сказать его жизнь на до и после и вот любой из вас если вы вспомните какие-то самые страшные дни в своей жизни ну я думаю что у вас таких дней не было но вообще вот у многих из вас были какие-то очень сложные дни и когда жизнь действительно разделилась на до и после хоть сколько лет с этого времени прошло но какие-то вот моменты ну вот память всегда к этому возвращается и мы еще вспоминаем на прокручиваем еще раз вспоминаем вот эти вот моменты для того чтобы может быть какой-то еще момент вспомнить да может быть еще проанализировать что-то то есть это анализ бесконечный анализ в голове происходит если день настолько важен а здесь получается можно считать то есть это непонятно он он нам ну как-то вот описывает какие-то истории но они как бы не закончены они вот он на них не делает акцент он как-то вскользь это проговаривает и это говорит о том что на самом деле правды про последнюю встречу с галиной он не расскажет а почему не расскажет потому что там есть что скрывать поэтому вот этим сказкам белого пушистого в розовом в розовой футболочки пупсика я абсолютно не верю не знаю как вы напишите пожалуйста в комментариях может быть кто-то мне ну как-то найдет аргументы и объяснит что действительно он невиновен но вот по его поведению я вижу что он тщательно запутывает следы вместо того чтобы раскапывать потому что знаете вот самый главный показатель что нам брут это пытаются прикрыть газеткой да как говорится прикрыть говно газетка извиняюсь за такие за такое сравнение но вот это чаще всего делает лжец потому что копать факт где он там что-то спрятал ему не хочется потому что там легко все раз разрыть он старается нас увести подальше от этого преступления здесь мы видим то же самое ну потому что каких-то взаимоотношений у нас с ней на тот момент уже по большому счету не было по большому счету по малому счету ну это просто бла 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 ни о чем это не имеет отношения и кроме того смотрите внимательно наблюдает за собеседницей сжимает рот губы подбородок то есть надо контролировать речь контролирует свое тело вот это отсутствие жестов отсутствие эмоций сжимания вот этого всего да то есть это говорит о том что он нам не говорит правды вообще он внимательно отслеживает реакцию собеседницы и вот дальше втирает ей очередную порцию уже что я уже десять раз рассказал в подробностях что мои показания но это фикция выдумка и опять видите пожимания плечами человек невиновный не будет вот в этом месте пожимать плечами понимаете он каждый раз когда говорит что я невиновен каждый раз пожимает плечами потом да нет не знаю и внимательно следит за собеседницей и ерунда смотрите как плечами пожимает в сторону потом внимательно смотрит губы сжал потом в конце поджимает улыбка губы вперед пошли это наглость то есть губы вперед идут когда человек чувствует что может взять больше да и вот соответственно губы идут вот вперед я трактую это как наглость да значит следующий фрагмент ну что последовало после этого почему к тебе не прислушались я заявил о том что официально о том что в моем отношении совершались пытки насилие просто формально она очень рассматривалась то есть никаких реальных действий для того чтобы выявить эти преступления не предпринималось и но эта проверка в итоге доследственная вот по моему заявлению а толще моего уголовного дела то есть там перекладывали ну одни документы с одного стола на другой это все было профанацией ни к чему не привело в итоге никто не так и не смог объяснить что откуда у меня травматический разрыв барабанной перепонки они просто в итоге сослались на то что наверное его не было но а здесь на тоже очень важный момент прошу обратить внимание а значит вместо того чтобы нам чтобы нас провести в это место ну вот в само ну как сам факт который он оспаривает да он оспаривает свое участие в преступлении но свое преступление да он говорит что он не совершал вместо этого он начинает нам рассказывать про то как следствие выбивала из него кстати выбивала под вопросом ну он акцентирует внимание на именно на ошибках следствия и вот здесь тоже кроется роковая для него ошибка человек невиновный он в последнюю очередь будет вот обращать внимание на это потому что этот вопрос уже косвенный да я понимаю что в нашей стране до следствия далеко от идеала я понимаю что не дай бог туда попадать и я понимаю что если следователям надо они выбьют любые показания и сейчас он давит именно на это на то что мы прекрасно знаем уровень но наших правоохранительных органов для них конечно же ну я не буду здесь политические лозунги выдвигать просто мы прекрасно понимаем как работает следствие и мы прекрасно понимаем что там есть недостатки и он на эти недостатки давит вместо того чтобы давить на само вот на сам факт понимаете от факта он успешно увел и в качестве доказательства единственное доказательство которое может стать аргументом и это вот какие-то факты по делу и наверняка если бы он был невиновен у него он бы что-то вспомнил он бы что-то как-то ну вот сейчас нам давил именно на это но он об этом старается умалчивать и старается увести именно на то как на него давило следствие и при этом обратите внимание он это с радостью говорит он он ну вы видели что ну просто радуется тому что ну по сути он радуется тому что сейчас у него есть возможность вот давить на эту на это слабое звено да и заставлять нас с вами сомневаться в выводах следствия а на самом деле ну как бы вот по факту я вижу что человек уводит уводится с минного поля где он точно не прав где он ничего не докажет он уводит на поле где он сможет доказать и там действительно вполне возможно что есть доказательства и вполне я допускаю что следователи там и поднадавили и были какие-то факты да ну но это не меняет того что преступление он действительно совершил понимаете вот самое главное это преступление и он об этом говорит минимально он старается больше акцентировать внимание на том что на него давили и вот это еще один факт в сторону того что он нам сейчас рассказывает слушайте по поводу денег которые он якобы дал галине перед расставанием здесь у меня очень много вопросов и знаете я даже в конце астрологически посмотрела эти дни транзиты до на было ли у него там потеря денег в этот день и ну это в конце я вам покажу но посмотрите он он сам вот многие вещи сказал по поводу денег вот я даже попрошу вашей ваших комментариев по этому поводу давайте я включаю фрагмент мы приехали сюда сняли у милой старушки комнату на рязанском проспекте и прожили там что-то в районе может полгода может чуть больше наверно больше и как вы зарабатывали деньги она поработала какое-то время модели я походил по кастингам без желания тоже но как модель как-то мне это вообще было не очень близко на тот момент и в итоге мы приехали обратно во владивосток не потому что там у нас что-то случилось а потому что в это время у насколько я помню галина отца случились проблемы со здоровьем сколько то есть смотрите они переехали в москву больше больше полугода снимали комнату и в это время он не работал она работала и через полгода они приехали он тут же поправился что мы приехали не потому что что-то случилось да потому что ты не работал вот почему вы приехали это бедная девчонка пахала за двоих да и и он так это уклончиво красивенько рассказал да вот типа он такой белый пушистый он ходил по кастингам но ему это не нравилось это не его царское дело но самое удивительное дальше лет вы прожили вместе прежде чем отношения стали портиться и почему они стали смотрите закрылся портится опять опять сейчас нам про свое белое пушистое будет рассказывать но между строк кажется там есть клише про любовь которая живет три года до кажется так это звучит ну вот просто ну какой-то постепенно постепенно между нами охладение произошло видите приводит цитаты такие абстракции вместо ответа да между нами произошло охлаждение да вот как я не работал потому что мне не нравилось это не царское дел такое знаете вот речь такая возвышенная как правило это у инфантильных мальчиков такое происходит неважно сколько лет этим мальчиком как говорится 1 50 лет жизни мальчика самый тяжелый вот вот из той же серии понимаете хотя можно и 60 лет и сколько угодно в общем вот вот та же самая история к так красиво он это рассказывает да и такие вроде бы правильные слова говорит любовь живет три года но и и как бы он и себя оправдывает и говори и знаете вот мы видим что человек и книги читает да вот наверняка потому что он же знает этот факт да поэтому конечно же такой грамотный мужчина и мое да мы перестали быть заинтересованы и обратите внимание было при от прощения быть заинтересованными в друг друге да конечно скорее всего она пахала а он вот ему не нравилось в друге и это очень то что произошло впоследствии но я имею ввиду в части расставания она была очень органично то есть но в целом вот и какие умные слова он использует да это было очень органично знаете вот вспоминаю хиралаш постоянно его вспоминаю как и такой интеллигентный мальчик приходит и говорит моя собачка неадекватно реагирует на мои слова потом а как вы говорите я постоянно это вспоминаю вот здесь тоже самое такой интеллигентный в розовой футболочке такой пупсик просто и вот говорит такие мягкие белые пушистые слова да а говорит по сути такие чудовищные вещи девчонки меня поймут вот когда вот он красиво изъясняется да он всем твоим друзьям нравится но папа факту вот вообще вот очередь просто ребенок у тебя в доме да за которым надо ухаживать прошла любовь а деньги вы ей котлету отдали денег у меня были старые добрые наличные и смотрите демонстрация больших пальцев покачивается корпуса не видел в этом ничего и здесь у меня ребята большой вопрос к вам возможно я не нашла ну вот в его деле вообще описание где и кем он работал спустя получается как он сказал три года любовь живет да предположим почти год мы положим на то что они съездили в москву где он не работал да ему не нравилось потом ну где-то за два года человек дорос до такого что первое подарил ей машину да значит купил подарил ей машину потом имел деньги на счете вот судя по его словам но держал еще котлету денег наличными то есть где он так разбогател за два года ребята скажите мне пожалуйста где это место я тоже туда поеду напишите мне в комментариях что происходит вообще вот вдруг он так поднялся и о работе о своей он ничего не говорит при этом где он взял столько денег вот меня очень сильно беспокоит этот вопрос вот он так уверенно и демонстрируя большие пальцы рассказывает про эту котлету денег которую он ей якобы отдал но при этом я не верю что у него могли быть такие деньги либо он занимался чем-то криминальным но я не знаю или чем он занимался объясните пожалуйста что там было такое что принесло ему за два года такой успех а так бы был след банковский это было бы отлично ну то есть я хранил деньги на счету но помимо денег на счету я ну как-то имел ну мне какие-то ну как это заначка про старый просторечно до заначка у меня короче была вот в наличности и ну я собственно ими с ней рассчитался качает нет с ней рассчитался и качает головой нет но и она собрала вещи дело в том что через десять лет у меня большое сомнение насчет того что он отдал ей это эту котлету денег вообще была ли это котлета денег но по крайней мере вот когда он говорит я с ней рассчитался качает головой нет не я не верю что он с ней рассчитался и вообще за что он с ней рассчитался здесь тоже вопрос такой чем она его шантажировала что он решил ей отдать пачку денег в счет этой машины машина в любом случае на нем если бы он ну вот прям принципиально захотел бы как-то ну я не знаю он мог спокойно эту машину и забрать да вот получается и ничего бы он ей не должен был а он выражает понимаете вот это вот передача денег если бы она была то она бы называлась не рассчитался а дал ей денег да помог ей на первое время вот так бы это было бы да то есть это по сути его же с доброй воли потому что но не никакой человек не заставит его рассчитываться за за что если машина на мне значит я просто говорю отдай мне ключи если не отдашь я сейчас подам в розыск и все эти у тебя ее заберут и все она прекрасно понимала и ничего бы она не доказала бы и не и не востребовала то есть у нее было что то чем она его держала на крючке да и вот в этом случае действительно идет слово рассчитался вот здесь вот как раз вот то что он использовал именно это слово я считаю что она здесь уместно да но я не верю что это действительно факт расчета произошел и вопрос еще за что рассчитался тоже напишите мне в комментариях мне очень интересно эта история потому что ну вот как-то врет и но это понятно что он врет да но вот вот такие вот мелкие вещи которые я не видела ну вот читая их историю я не нашла ничего вот отвечающего на эти мои вопросы но я как птичка мозга клюйка мне это интересно да но я могу добросовестно заблуждаться каких-то событиях но мне для меня это не имела на тот момент какой-то важности и важность это для меня стала иметь только в четырнадцатом году дано ну вот финально ушла из дома было светлое время суток мы обменялись ей какими-то пожеланиями на прощание приятными пожеланиями и проличными скорее странно очень странно получается он что забыл последнюю встречу да и получается он предпочел отсидеть 10 лет в тюрьме вместо того чтобы вспомнить до секунды их последнюю встречу что-то не не верится любой человек который действительно ну если не совершал ничего то и и на тебя вешают дело и вот даже в четырнадцатом там через три года получается за ним пришли да но он бы вспомнил все до мелочей вот просто вот поставьте себя на его место и вы бы вспомнили даже как она пукнула как чикнула чихнула там не знаю где она там ногой прошла чтобы это все проверить для того чтобы это показать чтобы это объяснить я не знаю где деньги лежали сколько там было ну вообще вот никаких подробностей вообще я могу типа заблуждаться здравствуйте приехали из-за этого сидеть 10 лет да вот из-за того что я могу заблуждаться заблуждаться могут только тогда когда хотят спрятать концы в воду вот в этом случае могут вот так вот именно заблуждаться а человек невиновный не будет вот таких даже фраз употреблять он будет он вспоминать сюда мальчайших подробностей поэтому вот это вот факт того что он старается максимально уйти от описание последней встречи рассказывает там приводит цитаты у него прекрасно подвешен язык он мог бы это все нам красиво рассказать но он старается это минимально рассказывать почему потому что здесь есть что скрывать и он здесь может проколоться и мы с вами это прекрасно понимаем и еще один на портрет вернее штрих к портрету который действительно о многом говорит и который он тщательно забалтывает и говорит нам что знаете говорит нам что мы не правы да вот делая определенные выводы но я вам скажу что мы действительно правы делая такие выводы давайте показания подруги галия которая рассказывала что видела как ты ее хватал за за шею и чуть ли там не поднимал да и смотрите досада поджимает губы облизывает губы ерзает на стуле закрывает паховую область голова склоняется как подавленность такая и действительно вот это место довольно слабое но смотрите как он будет сейчас защищаться самая лучшая ложь получается из правды преподнесенной под каким-то определенным углом но в этом то он специалист вот вот он он прям правильно говорит да и еще ложь лучше обернуть максимальным количеством правды он тоже это прекрасно знает как прекрасный лжец вообще начиная с образа и заканчивая каждым словом которое он произносит но нас с вами не обманет то есть но взять человека за горло это не всегда проявить к нему агрессию подожди все-таки интересно в общественном сознании когда мужчина берет женщину за горло как бы кажется что от этой ситуации хорошего ничего ждать нет не нужно и смотрите вот здесь я вам как психолог скажу что в древнее время шея считалось но вот нашими предками шея это самое опасное место на теле и вообще почему потому что легче всего умертвить противника путем перекусывания сонной артерии да поэтому у наших предков были такие мощные клыки но в принципе не только для этого но вот таким способом умертвить противника было самое простое когда уже там люди стали как-то кланово собираться до значит и мужчины особенно вот допустим вождь племени он вешал своей женщине на шею бусы для того чтобы определить да вот что это моя женщина бусы это как раз атрибут того что мужчина показывает это моё да то есть вот на самое слабое место у женщины какой-то предмет а дальше это у нас бессознательно вообще вот это заложено что шея самое опасное место и женщина подпускает мужчину ну вот вообще мы не подпускаем к себе настолько вот чтобы прям вот при первой встрече например мы не позволим чтобы мужчина там дотронулся к нашей шее потому что это самое опасное место соответственно эта степень доверия для женщины да и если мужчина нацелен именно на это место а мы видим сейчас нам еще покажут фотографию что он нацелен именно на это место у своих партнерш это значит что он своих партнерш предпочитает максимально подчинять то есть не должно быть вообще никаких ну там недоверие или еще что то то есть это высшая степень доверия для женщины позволить мужчине брать ее за шею и что-то с этим делать и часто это кстати вот в этот момент когда я смотрела на него мне показался очень похожим на героя 50 оттенков серого вот прям такое ощущение что это он прям говорит то есть вот эти вот игры с подчинением это как раз про шею если обратите внимание если вот мужчина ну вот кстати девчонкам тоже обращайте внимание если мужчина старается вот как так вашей шее больше ну вот он на нее обращает внимание то это значит что он хочет в отношениях доминировать это психологический факт который сейчас нам с вами будет забалтываться ребят это от того что он нам сейчас скажет что трава не зеленая а синяя на синий от этого не станет понимаете это это очень глубокие корни имеет вопрос с шеей и здесь я с ним готова спорить сколько угодно да и приводить кучу разных примеров того что перед нами человек который предпочитает доминировать подчинять полностью своих партнерш и сейчас то что он нам рассказывает про то что он белый и пушистый в отношениях ничего подобного в отношениях он тот еще деспот а то что он красиво говорит это ни о чем не говорит извините за тавтологию абсолютно не обязательно во первых есть аналогичная фотография с моей бывшей женой татьяной в интернете в общем доступе в общественном месте ну и вот по контексту понятно что кстати мне кажется это и демонстрирует тот факт что это в целом какая-то просто характерная модель поведения для меня да действительно это характерная модель поведения для него и наличие этой фотографии не оправдывает такое поведение она лишь говорит о том что у него такая модель поведения у него такая привычка и он делает это со всеми своими женщинами да действительно это подтверждает это но не подтверждает то что это ничего не значит это очень даже много значит а его психотипе ну то есть это не проявление агрессии это еще как проявление агрессии это проявление власти над женщиной дальше уже идет проявление агрессии поэтому здесь он нам может втирать сколько угодно и манипулировать изо всех сил сколько угодно там еще были разные манипуляции но и если их все разбирать так это мы с вами до следующего утра будем сидеть а в мои планы это не входит поэтому на этом я невербальное поведение оставляю закрыт ну как бы я думаю что в принципе все что надо было да и я вам показала и здесь понятно что человек тщательно заметает следы и пытается нам сейчас создать какую-то непонятную картинку в которую ну он то конечно да и он не верит да поэтому на этом невербалика заканчивается но меня знаете очень сильно волнует вопрос с деньгами и поэтому я решила посмотреть это с точки зрения астрологии с точки зрения транзита в планет но для начала жаль конечно я не нашла времени но вообще дня рождения галины потому что там было бы намного интереснее картинка вот его космограмма например мне знаете что бросилось в глаза это значит что во первых луна с юпитером в тельце ну луна даже если немножко уйдет в сторону но мне кажется вот по его поведению что все-таки это в тельце луна и это говорит о том что человек очень любит материальное благо то есть деньги он любит вот что могу сказать да и деньги у него должны быть и они к нему явно приходят то есть деньги он прекрасно умеет собирать и ну как бы вот умеет к себе притягивать да и любит любит и знаете вот когда луна вообще в тельце это у человека прям повышается настроение когда есть деньги и понижается соответственно когда денег нет человек очень зависим от наличия денег ну и соответственно этот факт просто будем иметь в виду дальше то у квадрат очень интересный вот смотрите вот эта оппозиция сначала где сатурн с юпитером а и против меркурия это значит ой сатурн с ураном извините а значит уран это высшая октава меркурия то есть получается что интеллектуальные вот эти вот взгляды его да они противоречат друг другу что такое хорошо что такое плохо да то есть интеллект ну вот вот это вот понятие хорошо плохо и здесь еще сатурн то есть он еще добавляет свои сложности да вот это у него внутренние такое противоречие это хорошо это плохо он ему сложно определиться что хорошо что плохо и вот это на это противоречие вот эта вершина того квадрата видите идет на марс то есть это о чем говорит вот это его внутреннее противоречие где он не понимает где хорошо где плохо выходит в его агрессию то есть он психует да вот на марс соответственно замешкался задумался не понял да и вот в агрессию то есть этот факт еще имейте в виду до импульсивность агрессия когда путается вот это все и марс в рыбах что еще меня насторожило соответственно он ну вот если он действует то он это делает очень осторожно а он ну как-то можно сказать с подляночками какими-то ну то есть такое очень мягкая бело-пушисто да вот как он нам сейчас продемонстрировал он очень мягко действует марс в рыбах он такой да вот что касается действий но в принципе есть положительные стороны марса в рыбах это ну вот сексуальном смысле в марс он и за секс отвечает но здесь мы об этом не будем говорить да если интересная волкам на консультацию я вам все расскажу да значит ну и что мы вот три вывода первое он любит деньги второе импульсивный у него нет рамок и третье действует аккуратно прячется труслив да он действительно вот по марсу в рыбах он может проявлять себя вот ну как-то ну не трусливо ладно сдержанно сдержанно аккуратно аккуратно он сделает и так тихонечко потом концов не найдешь да а теперь значит тот день когда он якобы созвонился с галина это было 14 до 14 смотрите какие аспекты интересные солнце в оппозиции транзитное солнце в оппозиции с чем с луной первое это удар по эмоциям и деньгам потому что луна там у нас в тельце деньги то мы любим получается а солнце транзитное от транзитного солнца идет удар по его эмоциям а эмоции помним до зависят от денег соответственно да действительно я допускаю что вопрос денег как раз вот в этот день открылся да ну как бы был поставлен перед ним второе луна в оппозиции к сатурну подождите луна оппозиция сатурн а где сатурн а транзитная луна уже вот я совсем уже вот от транзитной луны идет оппозиция в сторону сатурна и урана а помните вот у него как раз тау квадрат вот в этой теме что хорошо что плохо непонятно да и эмоционально получается что такой удар по его вот этому тау квадрату то есть тау квадрат зашатался да а дальше оппозиция меркурий венера вот пожалуйста от меркурия транзитного идет оппозиция к венере то есть информация пришла которая венера вообще в принципе отвечает за успех за материальное благо ну то есть опять таки про деньги да и от меркурия это информации информация пришла удар опять-таки по деньгам ну да действительно я сам я подтверждаю что вот в этот день вопрос с деньгами у особо остро у него встал да значит секстиль лилит меркурий дальше значит так от лилит к меркурий а вот вот этот секстиль вот секстиль маленький маленькое зеленое соединение говорит о том что появился какой-то шанс а то есть родилась какая-то идея благодаря вот какому-то соблазну а значит у него в этот момент до в этот день по крайней мере но тут к сожалению у нас нет домов да у нас нет точного времени рождения нет точного события но вот такие аспекты но как минимум день они действуют да вот в этот день был такой аспект то есть родилась какая-то идея это позитивная идея для него дальше тригон белая луна белая луна а вот что особо знаете кармически так где у нас вот белая луна так а вот пожалуйста вот этот тригон а значит что говорит о том что в этот день ему очень сильно везло вот когда белая луна это вот как раз элемент везения до включился в его жизни да дальше то есть при всем при том что удар по деньгам да а идет значит во первых соблазнительная идея пришла во вторых везет человеку в этот день дальше а тут прям все аспекты говорят о таких вот вещах которые значит и квадрат нептун юпитер так квадрат нептун юпитер вот от них от нептуна к юпитеру а значит вот этот квадратик а значит вообще нептун действует какое-то время ну там вообще обычно нептун около двух лет вот касания если он касается какой-то планеты там вот какие-то там квадраты тригоны все что угодно это происходит в течение около двух лет поэтому здесь вот прям это не в этот день началось но в этот день это продолжало работать что это такое значит это какой-то обман как так 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 значит обман в плане социального своего положи положение в обществе да то есть получается какие-то иллюзии по поводу вот положения в обществе да и вот эти иллюзии да это в принципе такой длительный процесс да но он под этим влиянием нептуна до обычно нептун вообще особо как сказать изощренно аспектирует вот когда ко мне чаще всего кстати на консультацию приходят при таких вот аспектах от нептуна на любую планету у человека как будто мозги поворачиваются совершенно в другую сторону и он воспринимает реальность абсолютно по-другому и это знаете вот доходит до того что людям на таких аспектах часто испиваются или куда-то вот там не знаю куда то уходят но вот только развитые люди начинают там медитировать это тоже кстати уход от реальности но более позитивный да но там веру уйти вот вот это вот на этих аспектах надо это делать нежели уходить в какие-то там не знаю темное подсознание свое и так далее то есть получается на таком аспекте немножко вот восприятие не то вот к чему я хочу сказать значит дальше секстиль нептун сатурн посмотрите от того же нептуна идет хороший аспект для него хороший на сатурн а это значит обманы да ну и это тоже длительный процесс и здесь как раз вот может быть ну вот вписать можно вот то что он ушел от одной женщины к другой ну то есть он вот таким образом и социально да вот социальной это не очень хорошо сработало да то есть какие-то репутационные риски он потерял да но он вот стабилизировался получается вот под воздействием этого нептуна и кстати под воздействием нептуна это кстати и самая большая любовь в жизни может быть она или там хорошая такая вот прям это как раз вот от нептуна идут аспекты и здесь вот зеленый аспект говорит о том что может быть он в эту новую женщину влюбился ну как бы вот аспекты от нептуна их сразу два и это длительные аспекты то есть он под воздействием нептуна был ну немножко пьяный по большому счету да значит и еще тригон плутон лилит так да вот пожалуйста от плутона к лилит это тоже длительный процесс и это опять смотрите вот получается от лилит к не к меркурию да это не длинный аспект а вот этот длинный аспект и получается что это соблазн какой-то на его соблазн идет какое-то вот даже не разрушение а плутоном как раз либо награждает либо забирает что-то да и вот он это всегда судьбоносно да но здесь позитивная судьбоносность но опять-таки с участием все-таки лилит здесь получается что это действительно соблазны и а плутон он убирает все лишнее это что видимо они расстались с девушкой да с одной перешел он к другой возможно что это было судьбоносно вполне да и но единственное что под воздействием лилит это не очень хорошо потому что лилит она больше соблазняет и больше вот как то так все это сложно так вот вот этот аспект значит неразвитый духовно натив с таким аспектом может быть опасен ведь ему легко дается разрушение и более того он получает от этого удовольствия ощущения всевластия то есть получается ну вот исходя из этого дня да я могу сделать выводы первое он любит деньги второе у него явная угроза потери этих денег третье очень много аспектов с лилит из натальной из транзитной то есть много соблазнов а и элемент везения вот как раз прям белая луна с белой луной вот прям хороший аспект то есть ему везет и вот он получается может сделать какой-то выбор до под воздействием нептуна и ему в этом повезет вот что теперь дальше смотрим следующий день что у него происходит значит оппозиция меркурий венера от мир от меркурия к венере знаю что надо отдать мою прелесть до венера деньги даем и знаю что вот либо он либо я до дальше квадрат венера узел на от венеры так от транзитной венеры идет а вот смотрите от венеры а венера рядышком с меркурием значит смотрите на узел квадрат идет пространство хочет вытолкнуть на предназначение то есть получается его сейчас грубо толкают на его предназначение и вообще пришло время научиться главному высшей божественной любви умению прощать исцелять и вдохновлять людей как через собственный пример так и через творчество так вот здесь получается у него прям вот можно сказать сложились все пазлы и вот в этот день но можно сказать что он делает свой главный выбор да вот предназначен один из главных потому что таких аспектов бывает довольно часто они бывают но тем не менее это важный такой момент да поэтому получается ему сейчас нужно выбирать между духовным и материальным и надо выбрать духовное потому что тут как раз аспект нам на узел который у нас в рыбах а это как раз путь духовного искателя да это путь того кто помогает людям это очень глубокий человек с большой душой должен быть да и вот его предназначение именно туда идти из меркантильного вот расчетливого человека до идти вот в духовного и получается что но так много у него соблазнов он так любит деньги он так ну получается и лилит тут как раз с идеями со своими и везет ему очень сильно поэтому я думаю что в этот момент он сделал неправильный выбор но давайте все таки разберемся что же произошло еще в один день когда его взяли под стражу здесь тоже интересная картина которая прям завершает вот эту кармичность этой ситуации да на про ну и просто блестяще смотрите по белой луне в его гороскопе бьют квадратами сразу несколько планет понимая понимаете вот получается что в первом ну вообще вот когда эта вся история начиналась ему везло благодаря вот этому аспекту белых лун а здесь получается по этому везению сейчас пришла расплата причем пришла расплата кармическая конкретная и очень сильная первое от меркурия меркурий это но он быстро довольно идет и в принципе это несколько дней аспект работает то есть это информация пришла информация против его вот этого везения то есть там ему повезло а сколько веревочки не виться вот он конец пришел когда да и самое вот самое прям объективно показательное это аспект квадрат от плутона от плутона на белую луну то есть ты допрыгалась допрыгалась вот использовала свое везение вот для того чтобы сделать что-то да вот пожалуйста поэтому я вот и по астрологическим аспектам считаю что вот это был акт возмездия от плутона то есть плутон все таки свой вот правильно говорят что про веревочку да вот прям плутон вот пожалуйста он пришел и сказал белой луне ночью до мутилась до мутилась дальше уран квадрат солнце то который вот пожалуйста уран вот здесь и квадрат к солнцу то есть неожиданность ударила по его эго да то есть неожиданное события бабах и по его эго дальше оппозиция нептун лилит смотрите и лилит тоже прилетела от нептуна на этот раз то есть получается что нептун это да это иллюзии да но с другой стороны это еще и божественная воля нептун это вот самая глубокая энергия которая у нас вообще нептун это высшая октава луны я считаю что нептун это наша душа и почему это фейки считаются и почему это считается обманом потому что мы все не слышим душу мы максимально прячем свою душу поэтому когда информация из нашей души доходит до мозгов она чаще всего как раз именно фейковая потому фейковая не совсем правильная потому что у нас слишком много нагромождений и оттегает всего и поэтому вот информация от нептуна она с одной стороны считается в материальном мире немножко фейковые потому что многие постулаты там вот вот этой энергии да они считаются не совсем правильными да но почему-то они работают да потому что все подчинено наша душа в первую очередь подчинена одну одной божественной энергии да ну ладно не будущее здесь философию разводить но просто к тому что от нептуна а это трансурановая на секундочку планета и она работает в течение нескольких лет да и вот пришел пришел и по лилит то есть главные участники да вот в начале это белая луна которая везло да и лилит которая там соблазны всякие со всех сторон до полилит тоже были аспекты хорошие и вот поэтому все это получилось да а сейчас вот она расплата и пришла то есть обманом лилит наказан то есть получается что да возможно что кстати во время следствия тоже производились какие-то действия не совсем честные потому что это все-таки нептун а нептун не всегда по правилам работает это вот хоть он и я так его уважаю но тем не менее вот материальном мире он работает не всегда по правилам и не всегда он правдив но тем не менее вот полилит он именно он нанес удар дальше тригон от сатурна к солнцу и и на узел значит это порядок пришел и нас от на сатурн секстиль марс активные действия окружающих наводят порядок то есть получается и по сатурну тоже ну вот сатурн тоже участвовал в начале да вот этой истории и в конце тоже он за финалился что называется то есть все складывается к тому что действительно ну вот вот произошло то что произошло и вот в этой точке все разрулилась да и вот это получается то что его в итоге посадили это было очень правильно и с точки зрения астрологии потому что начиналась эта вся история именно в тот день и вот финал этой истории произошел когда его определили под стражу поэтому а здесь тоже ну вот с моей стороны я подтверждаю что имело место преступления с его стороны это что он нам сейчас рассказывает по невербальному поведению видно что он врет потому как и что он говорит что он считает важным это тоже доказывает его вранье ну в общем по всем пунктам он прокололся я считаю что тут даже сомневаться в этом не стоит но конечно его право надевать розовые футболочки казаться пупсиком если кто-то вот ему верит то напишите мне в комментариях если такие люди которые ему верят кстати и напишите объясните почему мне то мне интересно ну хотя в принципе все мои подписчики кто меня просил его разобрать все сразу говорили что он врет как дышит но может быть кто-то все-таки замолвит словечко за этого пупсика такого милого белого пушистого так это красиво говорящего может быть мы с вами еще что-то узнаем да в комментариях обычно много интересной информации появляется поэтому welcome пишите вот в комментариях что вы считаете нужным писать а да по поводу разборов если вам интересно приходите на консультацию если хотите сами это кстати освоить это несложно у меня под видео тоже есть ссылочка на мини курс по астрологии но это так просто вам говорю что это ни в коем случае не воспринимайте как рекламу просто к слову если интересно вот изучать невербальное поведение у меня кстати есть мини курсы чтобы на полное обучение не идти есть мини курсы по эмоциям и по жестам вот пожалуйста тоже welcome исходя из тех разборов которые я делала я собрала такие курсы они мини курсы это наверное слишком громко сказано потому что они довольно объемные но вы смотрите вот эти разборы да вот прямо не собраны там по эмоциям например там одна эмоция потом вторая то есть мы просто смотрим как это в жизни происходит да и на бессознательном уровне у нас все это откладывается да и по жестам то же самое я собрала просто вот скучка вала эти все разборы до чтоб вы все не рассматривали а то у меня на ю тубе около 600 до или даже больше видео я кстати давно не смотрелась как у меня видео но youtube все стерпит да а значит на этом я буду закругляться ой мамочки больше часа мы с вами сидим надеюсь я вас не утомила а да напишите в комментариях ваше мнение по поводу этого разбора что вам понравилось что не понравилось ну и вообще не забывайте поставить лайк этому видео если вам понравилось ну и дизлайк если не нравится да для для меня это показатель я вот ориентируюсь на ваши оценки ориентируюсь на ваши комментарии не всегда удается отвечать на комментарии но я их читаю мне это очень интересно потому что вы мои дорогие зрители вы просто потрясающе но не буду петь вам больших дифирамбов но тем не менее из песни слов не выбросишь и вы мне настолько много информации подбрасываете по поводу новых интервью которые стоит разобрать вы прям показываете куда надо смотреть вы просто умнички я так иногда смотрю некоторые из вас по моему уже на меня переплюнули в том чтобы вот определять ложь и так далее то есть вот по поводу этого коина написали очень многие в инстаграм и здесь кстати в инстаграм тоже подписывайтесь на меня я там анонсирую обычно свои разборы поэтому пожалуйста волком да в общем на этом я все-таки буду закругляться люблю вас всех очень сильно обожаю вас безумно и оставайтесь со мной не забывайте подписаться поставить там колокольчик все что надо все дела желаю вам всего самого хорошего до новых встреч пока пока